ну шо ребятки рассказываю заехали в магазин купила себе мусь и сейчас буду кушать время уже 11.30 я сегодня в 6 часов как подорвалась хоть присяду вот уже колечко вот сейчас я вам покажу свою тяпку меня тоже славы нам кабинете обработали это выглядит связали два пальца вместе и сказали открытый этот самый открытый тапок на 15 дней и все время один палец другому привязывать ну в общем по совету говорят да там скорее всего что есть трещина по внешнему виду горит если хочешь делай рентген я собственно говорю на пособие по безработице говорю больничный мне не надо зарастая на собаке поехали со славой сделали ему перевязку и в чем состоит этот перевязка это это смешно конечно обычная марлечка йодиком наштрекали наштрекали в общем перебинтовали но я хоть увидела разрез разрез где-то ну сантиметров шесть наверно а может и семь такой приличный разрез и слова говорит мало того что там сверху она зашита такое впечатление что там еще внутри какая-то ткань зашита ну в общем довольно таки знаете не устрашающе это выглядит я думала там будет хуже понятно что синяк желто-голубого зеленого непонятно черноватого цвета вот естественно что пока мы туда съездили а надо вам сказать что вот эта больница она настолько большая и мы вроде и выехали рано нам на 8 30 было утра заезжаем в больницу ни одного парковочного места и мы вот это пока все это колесили пока мы там все объездили а у меня еще в самой пальчик болит я стараюсь на педальку на сцепление нажимать другой на ой слава кажа шо ты палыш сцепление я говорю ну а в общем надо наверно было такси брать но это же понимаете не знаешь когда ты туда приедешь когда вы едешь магазин заехать надо славу завести домой надо мне домой надо ну в общем это было такси на целый день понимаете поэтому поехала я своей машиной вот у славы естественно разболелась нога ну пока шум находил и я говорю выпишите нам какие-то уколы потому что таблетки ему уже до лампочки не помогают и шо знаете за что сказал доктор хайка же холодненький приклад так холодно блин щитики холодненького не на в общем короче написала я своему доктору сейчас такое письмо с просьбой выписать ему те уколы которые можно ну и в аптеке их у нас обычно как выписывают нам рецепты ты можешь их забрать в аптеке и тут же выкупить посмотрю сейчас как отреагирует доктор потому что у него сегодня прием аж с трех часов ехать опять до доктора напрягать мне свою ногу в общем вот такая вот такая вот такая билиберда вот вчера ночью приезжаю я с работы но я же сообщила что сегодня на работу не выйду и в последующие дни также потому что ну куда с такой балабухой в тапочке я чувствую что у меня уже начало даже у тут нога текать ну боль то есть вот ну я еле смену доработала доработала конечно ходила что-то льгала вот ну и сообщила что у меня не будет и шо вы думаете селью тут же позвонил среди ночи мишель мишель в 12 часов ночи звонит мне лиля что с тобой случилось она вообще думала что я где-то в какую-то аварию попала мишель сразу мысли о плохом я это не ничего все нормально говорю просто стукнулась ну нечаянно бежала бежала за телефоном что-то так с размаху как давал кровати блин свечки засветилась от ресторасов вот так вот я к цити телефону так в глазах путем его я ехала на работу как бы знаете боль прошла потом смотрю все сильнее 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 я снимаю носок смотрю а там на хабала бушка сыненька висит в общем ребята и смеюри герой славе сегодня битый не битого виза битый не битого виза так что такие дела что буду теперь сидеть дома сушить сухари загорать выходить на огород сейчас я найду себе какие-то открытые тапочки чтобы они мне а у меня есть открытые у меня вообще такие тапочки что вообще можно в них даже машину водить сейчас я вам покажу чё я утром не додумалась и ходить вы мне не скажете чё я не додумалась одеть утром эти тапочки это ж не тапочки это сказка то есть они держат тебе подошву получается не сгибаются так это же совсем другое дело а то а туда же ходить было как-то больно а сейчас и в ортопедию ехать не надо все у меня дома все у меня с собой что ребята силе горит ну ладно отдыхай через 15 дней мне типа позвонишь ну шо надо сказать ему шо не буду я через 15 дней звонить за эти 15 дней вы себе просто найдете человека постоянного молодого активного не скажете гудбай вы как считаете сейчас себе сделаю посту стресса покушаю и ложусь и вообще ничего не делаю я сегодня просто отдыхаю потому что аж в голове гудит вчера приехала поздно разговоры с мишелью уснула где-то в час встала в шесть спала не спала так я шо сюда узнаете все так что видео такое ни о чем что-то я наверно переборщила домохозяйка позвонила тут сильве сказала ему ты уже выбачай шукай себе человечек а пока я с больной ножкой тут бегаю не нормально в этих тапочках вообще отлично ходить он мне горит а шо ты так резко обрываешь наши отношения так и сам пойми говорю пока тебя не было говорю три раза при приезжали те которые штрафуют машины все неизвестно чем не штрафы потом по почте это говорю дергание туда-сюда и тубинами не надо смотрите хотела пожарить баклажанчик смотрю еще один вырос сейчас еще этих два перчика сорву и будет у меня такой ужин сегодня так что разошлись по-дружески я говорю тебе нужен молодой хлопец и али заменит и и все дела перца становится все больше и больше пару перчина к себе кто-то говорил что у вас перец растет одним стебельком может они разные сорта имеются тоже в этому перцу второй год я его опять вот так вот в корень обрежу весь на зиму а потом а потом она от корня и я думаю что в корень обрежу перцы тоже будут они потом от корня расти мимо только чтоб встретила говорит я уже лук чеснок посадил это у меня тоже все цебуля рост эту еще надо рассадить теперь буду дома займусь потихоньку не спеша куда нам спешить приехала с больнички легла уснула первый раз за все время днем наверное надо было просто отдохнуть так что так вот птички неправильно сила нога болить от заразы с ума на на земельки добавить что оно то тлило хорошо смотрите какая у нас погодка в пять часов вечера тишина тепло птички чирикают и я не работаю так легко на душе прям легко и свободно стало